В Зеленодольске прошла сессия муниципального совета. Прежде чем говорить об успехах и недоработках, вспомнили земляков, погибших в Афганистане. Близкие родственники! Более 500 уроженцев Зеленодольска прошли через горнила афганской войны. 16 человек погибли. На торжественном миссинге вспоминали события тех лет. Собрались участники сражений, студенты, школьники, молодогвардейцы и родные тех, кто так и не вернулся домой. Низкий поклон вам всем, ребята! Которые все 25 лет мне помогали. Зеленодольск уверенно решил выбиться из аутсайдеров по развитию массового спорта. В новом спортивном комплексе «Метеор» дети будут заниматься плаванием и аэробикой. Конечно, мне охота заниматься в этом бассейне, потому что мы здесь будем учиться быстрее, плавать, здесь нам удобнее. Скорее всего, мы, может, поедем в Москву и в Казань, по всем городам ездить за своей группой в соревнованиях. Последние штрихи в последние минуты и первый старт на плавательных дорожках. Его дал председатель парламента Фарид Мухаммедшин. И, конечно, заслуженные подарки будущим чемпионам. Судостроение и деревообработка, машиностроение и пищепром. Некогда крупный промышленный центр сегодня находится лишь в середине социально-экономического рейтинга республики, отстав даже от некоторых сельских районов. А тут, что большие предприятия загружены, заслуга прежде всего республики и федерального центра, уверен Фарид Мухаммедшин. О создании небольших мест, малого, среднего предпринимательства. Этим надо Зеленодольску заниматься. Без этого вы будете находиться в зоне критики и проблем, которые вы говорили в докладе. Вы сейчас сказали, они всегда будут иметь место. На сессии муниципального совета и Зеленодольский глава настроил депутатский корпус на поддержку молодежи. Ей нужны рабочие места, достойные зарплаты и перспективы карьерного роста. Тем более неподалеку уже возводят современный инополис. Дмитрий Фторов, Эдуард Мухаммедьянов. Вести. Татарстан. Зеленодольск.